приветствую вас на первом циничном канале друзья отслеживаю последние новости о мобилизации в россии и буквально совсем недавно опубликовал ролик о мобилизации он выстрелил по нему уже много комментариев но меня очень порадовал ну как порадовал повеселил один комментарий я вам сейчас его покажу этот комментарий как раз отвечает наилучшим образом на вопрос кого и как будут призывать давайте посмотрим итак бабский комментарий явно бабский так но материться как и положено русской девушке вот они защитники в комментах собрались еще не пусть мужиками себя считаете блевать от вас охота тут дальше есть мой ответ на этот комментарий но по приколу написал не в моих правилах собака милается но тем не менее по приколу скорее больше для того чтобы другие камрада прочитали то есть потому что может кого-то зацепит я не знаю вот такой комментарий забавно да но между тем исторически очень кстати не впервой давайте вам прочитаю такую вещь это один камрад у нас на митинге говорил я от него узнал но тем не менее давайте прочитаю вам из википедии статья называется белое перо ну всю статью я читать не буду основные моменты белое перо традиционный символ трусости в странах бывшей британской империи в особенности в британской армии наиболее известной была практика вручение был белых перьев мужчинам не участвующим в военных кампаниях как знак обвинения в трусости и социального порицания так посмотрим историческую справку в августе 14-го года 914 когда началась первая мировая война британский адмирал чарльз бум-бум-бум не важно выступил с инициативой награждать орденом белого пера ну короче говоря трусов так у британцев в те годы не было всеобщей воинской обязанности и армия нуждалась в добровольцах инициатива была активно поддержана патриотической общественностью женщин и молодые девушки патриотки подходили к молодым людям без военной формы и цепляли им белое перо как бы говоря ты не настоящий мужчина в моих глазах а трус решивший отсидеться на гражданке инициатива была довольно эффективной общество было охвачено патриотическим порывом молодые люди у которых еще оставались какие-то сомнения получив белое перо от знакомых девушек или родственниц обычно не выдерживали такого позора и шли на призывные участки однако в 16-м году жители лондона в общественном транспорте уже часто шарахались от людей в полевой форме боясь подцепить от них в шеи рядовой эрнест аткинс приехавший в отпуск с фронта и ходивший по городу в гражданской одежде рассказывал что к нему в трамвае подошла девушка и преподнесла белое перо нервы у парня не выдержали он ударил ее по лицу записной книжкой и сказал я отвезу это перо своим сослуживцам выпор я в гражданке потому что люди думают что в полевой форме вши но даже если бы это было и так она была бы наполовину менее вшивая чем ты доходить начало когда увидели мясорубку начало доходить а суть если быстро читал кто-то не понял в том что девушки начали загонять молодых людей на убой вот и все армия нуждалась в новых рекрутах в новом мясе по сути пушечном и соответственно девушки таким образом появлялись вы проявляли свой патриотизм после этого начинается всплеск фемского движения в европе после этого огромное количество прав было ну как бы даровано женщинам то есть например право значительно меньшей ответственности но не право значительно меньше ответственность была установлена за убийство там наврожденных детей например и так далее то есть они очень сильно услужили государству раздавая вот эти перья и соответственно получили серьезные преференции так вот друзья кого и как будут призывать основную массу будут призывать вот именно таким образом ну не может быть не основную но большую будут призывать таким образом через женщин то есть некая заинтересованность мне действительно видится в женских действиях туда нагнать кого-нибудь но самое главное просто для души да ты сказала ну души в ты сказала человек побежал его убили это же приятно вот ну нет конечно не приятно конечно же женщины в россии самые хорошие короче друзья у вас у всех теперь у мужиков настоящих есть реальная возможность друзья не упустите реальная возможность доказать самым хорошим в мире женщинам российским мы знаем что российские женщины это самые верные женщины целомудренные никогда они готовы быть в горести и радости со своим мужчиной в любой горести вот делить с ним все передряги жизни бескорыстные абсолютно попробуешь за нее оплатить в ресторане она скажет нет 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 я считаю что ну как бы если мы недостаточно там знакомы у нас нет общего бюджета куда вкладываешь ты не должен за меня платить это просто ангелы в российские женщины ну это же просто эталон чистоты вот и у вас мужики есть возможность доказать самым лучшим в мире женщинам что вы мужики настоящие друзья это успех это просто успех такая практика кстати использовалась немножко и в россии на помните ту новость да где девушку подрядили раздавать повестки из военкомата она звонила ну якобы так было она звонила в квартиры молодой человек выглядывал если он шифруется от военкомата видел девушку открывала ему повестку давали вот девушка даже вроде бы награду получил от военкомата ну друзья короче не упускайте возможность девушки женщины российский и представляете они на вас так посмотрю скажет мужик настоящий мужика друзья ну блин ну все деньги мира все золото мира этого не стоит чтобы возвыситься в глазах российских женщин самых хороших верных и неподкупных женщин в мире